Мне очень радостно, конечно, что мне придется выступать на фоне тургеневских женщин, девушек, поскольку я буду говорить о том тексте, который был опубликован в 10-томном и в 30-томном собрании сочинения Достоевскому благодаря Илье Захаровичу Серману, который сделал комментарии к этому рассказу и посвятил ему две работы. Надо сказать, что отмечал работу над этим рассказом как одно из своих важных научных достижений, даже воспоминаний он об этом вспоминает. И действительно Илья Захарович очень проницательно указал на необходимость компаративистского подхода как наиболее плодотворного пути анализа этого текста Достоевского, который такие исследователи, как Дем или Гроссман или Дилконовский считают наиболее совершенным творением Достоевского. И замечу о парте, что, конечно же, тема Серман-компаративиста еще не звучала на нашей конференции, но она, естественно, очень важна. Функционирование исходных ситуаций Тургеневской провинциалки или мадам Говорит Лобера, вкупе со встающей за ними богатой традицией французской литературы, разрабатывающей со времен Мальера ситуацию любовного треугольника, может, как показывает Илья Захарович, сулить любопытные находки при исследовании поэтики вечного мужа. Конечно же, говорить о поэтике как таковой в целом в маленьком докладе совершенно невозможно. Остановлюсь только на одном вопросе, а именно на вопросе о названии вечного мужа, поскольку с ним связана проблема главного героя произведения. Кто это? Алексей Иванович Вильчининов или Павел Павлович Труксоцкий? Со времен классической работы Петровского, композиция «Вечного мужа», принято мнение, что главным героем рассказа «Вечный муж» является Вильчининов. Петровский пишет, с него начинается повествование, он ни разу не сходит со сцены, все повествование протекает под его углом зрения, более того, оно в значительной мере выражается с его точки зрения. Наконец, словами Вильчининов завершается рассказ. Отсюда делается выбор. Поскольку общее заглавие «Вечный муж» не есть название героя и не выступает здесь в качестве функции именного заглавия, как, например, в «Игроке» или «Недушке незваной», «Маленьком герое», «Идиоте», «Бедных людей», «Братья Карамазов» и так далее, то очевидно, что перед нами некий диалог заглавия и текста в целом. И в этом случае диалог упрощен к определенному качеству, в котором наступает Вильчининов в рассказе, то есть ситуация вечного мужа и вечного любовника, принятая по отношению к этому рассказу исследователями, например, тем же самым Джозем Кимфрэнком, или к нему добавляется еще представление о вечной женственности, как это делает Дмитрий Сегал в своей статье в переводе на еврейку этого рассказа. Я позволю себе не согласиться с этим распространенным пониманием функции названия в тексте «Вечного мужа», поскольку Павел Павлович Курсоцкий, «Вечный муж», как его определяет Вильчинин, является главным агентом действия рассказа. Его роль крайне велика, не определяет основные жанровые интенции. И надо сказать, что в рассказе пересекаются несколько жанровых начал. Прежде всего, не буду здесь оригинально, это мини-пея, сравни, например, сцены потасовки перед харчевней на кладбище, напоминающую об аналогичной сцене в рассказе «Бабуха», или внезапное перерождение бедного ковца в прекрасно одетого приличного молодого жениха. Это трагическое действие, которое связано с сюжетной линией Натальи Васильевны Трусоцкой и ее смертью, и, конечно же, с линией Лизы и ее смертью. И сатирическое начало, которое соотносится с карнавальной ситуацией в доме Заклебениных и новыми молодыми людьми, предпосыловым, лобовым, Наденькой, мотивами, отсылающими к сверному анекдот. Однако, за всеми этими жанровыми интенциями возникает ощущение большого грамматического действия. Оно разыгрывается во всем времени рассказа, охватывающем два года, и в его пространстве, которое довольно велико охватывает столицу и, в общем, приличную часть российской провинции. От города Т, Твери в Черновиках, до некой неназванной остановки по железной дороге из Петербурга в Одессу, где через два года встречается Вельчинин и Трусоцкий. Более того, все передвижения Вельчинина в пространстве и времени, в прошлом и настоящем и будущем, оказываются связаны в рассказе с Трусоцким или с Трусоцкими, или непосредственно инспирированы Трусоцким. И ощущение большого общего грамматического действия, за которым стоит образ Трусоцкого как его организатора, как раз связано с тем, что с Вельчинином в этом рассказе происходит. Функция Трусоцкого определяет 15 из 17 главок рассказов, на протяжении которых Вельчинин с трудом, а точнее отнюдь не всегда, и еще точнее вовсе не справляется с теми тайными интригами, в которые вовлекает его Трусоцкий. Для того, чтобы каким-то образом понять, что там происходит, я представила себе, что структура текста сходна с точки зрения формы с матрешкой. И Достоевский играет с этой матрешкой, собирая и разбирая ее на наших глазах, от самой маленькой к самой большой и обратной. Самая маленькая кукла к этому текста – это наиболее простая и не вызывающая никаких вопросов фигура мини-пейного шута. И надо сказать, что слово «шут» применительно к Трусоцкому в устах Вельчининова наиболее частотно. Вельчининов, пытаясь определить его поведение, гневаясь, плюясь, вообще всячески сердясь, в результате употребляет это слово «шут» как последняя характеристика, которая не требует никаких дополнительных объяснений. Тем не менее, если анализировать характерные черты Трусоцкого как мини-пейного шута, а даже черты его внешности, то оказывается, что за этими чертами открываются достаточно большие перспективы подлинного образа этого героя. Ну, во-первых, внешность Трусоцкого вроде бы соответствует эпичной внешности образа шута. Многократно в рассказе упоминается его лысая голова. Он то просовывает эту лысую голову, он постоянно просовывает, вернее, лысую голову в различные окна, которые есть в рассказе. Это окно кареты в похоронной процессе Багаутова, это окно харчебни на кладбище, это окно антресоли в доме Захребининых. Он появляется все время как будто между кулисами занавеса, как кукла или марионетка, и кратко это отмечает Альфред Бэм в своем исследовании развертывания сна в рассказе «Вечный муж». Но этого недостаточно. Этот лысый образ шута действительно является классическим, потому что так выглядит, согласно портрету Жанна Клюэ, самый известный шут в истории и в литературе, а именно трибулей. В истории, потому что это шут Франциска I, а в литературе, поскольку мы видим трибулей в романе Рабле и в буре Шекспира, и в известной пьесе Гюго «Король забавляется». Поэтому внешность его в литературе вполне принята. Но если бы этот шут был только лысый, можно было бы согласиться с некой его простодушной функцией здесь и отдать первенство пальму первенству величинину. Однако он не только лыс, он появляется перед величинином в каком-то неузнаваемом облике после девяти лет своего отсутствия, он переболел оспой. И Величининов употребляет странное слово, как это вас угораздило. И Трусоцкий моментально это слово подхватывает и начинает с ним играть. То есть перед нами лысый и рябой персонаж. И вот с этим лысым и рябым, конечно, могут быть связаны уже другие фольклорные коннотации. Потому что в фольклоре говорится обычно о рябом черте или о рябом каторжнике. А вот в этом открывающемся фольклорно-литературном лексическом пласте зловеще звучит определение величинином той роли, которую играет в мире Трусоцкий, в мире, в большой мире, после смерти жены. Величининов говорит, теперь это была только часть целого, выпущенная вдруг на волю. То есть что-то удивительное и ни на что не похожее. За этой цитатой, естественно, возникает отсылка к Паусту и к известной цитате о проблеме целовой части, как проблеме существования злого начала в мире. Также образом Трусоцкого возникает представление, то, что на игре называется «Ецерара» о злом человеческом начале, дающая в сумме образ злого шута. В соотношении с фамилией Бельчининов в мини-пейном пласте рассказа образуется не просто типичная карнавальная пара «Король и шут», но «Король и злой шут». Если мы будем далее рассматривать черты поведения, характерные черты поведения Трусоцкого, на котором у него просто нет возможности здесь останавливаться, мы увидим, что да, действительно, он все более и более напоминает то ли куклу, то ли марионетку, то ли какого-то актера. Но это не просто кукла-марионетка, как считает Белл, а это скорее кукловод или это актер, ведущий действия, еще точнее сказать, режиссер и организатор некоего большого драматического действия, разворачивающегося в большом пространстве Петербурга. И так за фигурой Минипейного шута возникает другой жанровый пласт и другая интенсия, именно драматическая. Трусоцкий, как талантливый режиссер массовых действий, ставит для Вельчининова целую трагедию, как очевидно для своих других жертв, любовников своей покойной жены, например, Багаутов, в результате каких-то действий Трусоцкого заблевает нервной горячкой и умирает, но он ему не очень интересен, интересен достойный противник Вельчининов, Трусоцкий снимает квартиру у Большого театра. Большой театр был, в нем ставились оперы, балеты, драматические постановки, он был разобран в конце 80-х годов и находился на месте современной консерватории. Я не случайно об этом упоминаю, дальше у нас это место будет, естественно, это место и театральная площадь будет фигурировать. Вельчининов находится в особом состоянии, в ситуации грозящего ему разорения, он вдруг открывает для себя высокие, существование высоких моральных принципов и некие бездны раскаяния, высоких чувств и так далее, и так далее. Однако автор замечает по этому поводу не всегда же в самом деле страдать воспоминаниями. Можно отдохнуть и погулять, тире, в антрактах. Вот такую возможность трагедии в соответствующем количестве актов и антрактов и ставит для него Трусоцкий, для актера, играющего короля. Причем в результате этой трагедии все должно закончиться так, как полагается, соответственно, жанру, то есть Вельчининов должен быть зарезан. Можно было бы сказать, наверное, о том, что, наверное, не рискнул бы Трусоцкий как-то себя вести, однако, если мы посмотрим на опубликованные или заканчивые черновики этого рассказа, то здесь на вопрос Вельчининова Трусоцкий отвечает, не то что горло, а всю голову напрочь отрезавая. Вот ведь какой народ, уверяю вас, что не нужно, так и то отрежет. Зверство какое-то является, говорит Трусоцкий, конечно же, наслаждаясь всей этой ситуацией. Таким образом, Трусоцкий варит некую похлебку, ну, в общем, похлебку мести, ничуть не хуже, чем это делает граф Монте-Кристо. И, понимая, что Вельчининов смелый умный противник, он разыгрывает с ним настоящую детективную интригу, являясь перед ним в неузнаваемом облике в виде различных сигналов, пугает Вельчининова, конечно же, и в результате этого испуга видит Вельчининов свой знаменитый первый сон, что вполне конфетанзирует с тем, что есть, например, в преступлении и наказании. Мы знаем об этом умении Достоевского, отмеченном первоначально еще розовым, возвращаться постоянно к одним и тем же ситуациям, но мы их видим каждый раз в другом освещении и в совершенно эквивалентном виде. Вот, например, приход Трусоцкого сразу после того, как Вельчининов видит вот такой ворсом, составляет параллель к тому, что происходит в преступлении и наказании с Раскольниковым. Точно так же, как Раскольников стоит за дверью, не заперная на замок, но заложенная только крюком, умирая от страха того, что там за дверью стоит кох, сначала поднимается по лестнице, потом начинает звонить и колодить в дверь этот самый кох, и Раскольников готов сбивать, естественно, делать все, что угодно. Точно в такой же ситуации, но в три часа ночи и вечером оказывается Вельчининов после своего сна. Трусоцкий вполне добивается того, что он хочет сделать, то есть внушить с одной стороны Вельчининову ощущение какого-то невероятного преступления, которое он сделал в своей жизни, с другой стороны его испугать. И в этом плане очень интересна фамилия Кох. Трусоцкий не Кох вроде бы, однако он упоминает доктора Коха, на которого так уповала Наталья Васильевна еще за пять часов от своей смерти от туберкулеза. Если бы я не знала, что палочки Коха были открыты в 1882 году, я бы сказала, что перед нами какая-то непосредственная отсылка к преступлению и наказанию и игра к этому. На самом деле мы видим, как образуются в тексте дополнительные аттракторы для будущего читателя. Но факт, что Вельчининов, как и Кох, варит, повар, варит некое очень важное варево для Вельчининова, то есть смерть. И вот эта трагически раздвигающаяся фигура опять может быть свернута и приведена к чему-то очень маленькому, потому что фигурка шут со смертью, шут, держащий куклу смертью, это очень известный символ. Вопрос, за что же столь страшно хочет отомстить Трусоцкий Вельчининов и другим любовникам Натальи Васильевны? Ну, во-первых, после смерти жены, ему, благородному мужу, очень приличному человеку, достойному дворянину, богатому человеку, кстати, я не буду говорить здесь о ситуации «бедный богач и богатый бедняк», которая была описана столь хорошо по отношению господина Прохарчина Владимира Николаевича Попорова. Скажу только о том, что открывает ту сущность жены, и это открытие приводит Трусоцкого к его сегодняшнему состоянию, он самым физическим, самым что не есть физическим образом. Он открывает черный ящик, он открывает шкатулку черного дерева с перламутровой инкрустацией, с серебряным ключиком, доставшуюся Трусоцкой от бабушки, и там обнаруживается любовная переписка. И за этим встает желание Трусоцкого мстить. То есть он открывает настоящий ящик Пандоры, и отсюда понятно, что то, что говорит ученик по этому поводу, часть целого выпускается вдруг на волю, она выпускается из ящика, а в черновиках речь идет еще о гуме, выпущенном как будто бы из тюрьмы. Действительно, все хорошее остается где-то там, а вот плохое начинает здесь гулять каким-то образом. Если вот вернуться хотя бы на секундочку к ситуации провинциалки и тургеневских женщин, то в провинциалке есть мотив письма, которым шантажирует Дарья Ивановна своего возможного любовника. Ну, там все заканчивается вроде бы очень хорошо. А Достоевский множество тургеневских мотивов в провинциалке и не только переворачивает в совершенно другую область. Например, переход мужа-рогоносца в три часа дня в провинциалке оказывается тремя часами ночи в вечном муже. После открытия этого ящика Пандоры Трусоцкий лишается всего. Жены, дочери, налаженной жизни, практически всего своего королевства. И эта идея короля Лира, ну, стихи, король Лира в тургене будет написано через год после публикации этого рассказа Достоевского, о том, что в русской провинции бушуют вот эти шекспирские страсти, явно Достоевскому близка. Если нет уже в живых этой действительно лживой десдемоны, то тогда смерть ее любовникам. И Трусоцкий, подобно Гамлету, представляет для Вельчининова вот такие вот вполне гамлетовские ловушки. Но надо сказать, что за его действием стоит не только Гамлет, но и настоящая древнегреческая трагедия. Например, он мстит Вельчининову путем заклания его собственной Вельчининовой дочери от Натальи Васильевой. Если у нас нет этого пласта Грибидовского, если у нас нет идеи Медеи, что дети, рожденные от варварской принцессы, не нужны из он, могут быть принесены к жертву для того, чтобы его там не шантажировать, еще больше его уколоть, то тогда, в общем, непонятно, зачем нужна смерть Лизы, о которой все время говорится, между прочим. Например, «наконец Лиза умерла», пишет Достоевский. Вот это слово «наконец» непонятно, если у нас нет этого пласта. Но и это не все. В чем же все-таки суть обиды, нанесенной трусоцким аристократом, красавцем, почти образованным человеком Вельчининовым? Трусоцкий признается ему в любви. Трусоцкий готов был давать ему деньги по первому требованию 9 лет тому назад. Трусоцкий сидел вместе с ним и читал Диккенса. Трусоцкий, кстати, очень хорошо умеет читать, поэтому о том, как строить роман тайны, он очевидно понимает. Но Вельчининов, находясь в его доме, будучи одарен всем, чем возможно, это гость, нарушивший законы гостеприимства. Он предлагает, он находится здесь год, Багауту в 5 лет, он предлагает Наталье Васильевне бежать с ним за границу, что, естественно, напоминает нам о знаменитом госте, пытающемся успешно соблазнить жену и даже умыкающем ее и увозящем из родного дома. Менелас. Я думаю, что «Вечный муж», вот это название, так или иначе обыгрывает именно всю эту ситуацию Гомеровскую. Но, может быть, это не совсем Гомеровская ситуация, потому что в 1866 году в Михайловском театре, то есть наискосок от Большого театра, через два года после очень успешной установки в Париже, была поставлена оперетта Фенбаха «Беллинг», «Прекрасная Елена». Фурор был невероятный, весь Петербург ходил и распевал арии из этой оперетты, и в частности мы видим, как Достоевский пользуется различными мотивами отсюда из этой оперетты, например, на сцене Орест разгуливает с куртизанками по улицам и распевает арию с припевом «Дзиньгаля». А Трусоцкий тоже гуляет с девками по Петербургу, напивается, поет, в общем, устраивает всяческие безобразия. Поэтому вполне возможно, что именно оперетта Негомер сам по себе, как очень-очень важно, что Достоевского повлиял на создание этого текста. Но, кроме того, в лицо Вильчанинову Трусоцкий произносит цитату из стихотворения Шиллера «До Цегисфест» в переводе Жуковского «Кожество победителей». «Нет великого Патрокла, жив презрительный Ферси». И если мы посмотрим, то есть он действительно произносит это как вызов, он смеется над Вильчаниновым, требует шампанского. И, кстати, шампанское, и только шампанское Трусоцкий пьет на протяжении всего рассказа, а когда его спрашивает Вильчанинов, что может быть вообще-то водочки как-то выпить, Трусоцкий говорит, нет, до водки еще не дошел. Он пьет шампанское, потому что он празднует и торжествует. И цитата из Жуковского Шиллера это, конечно, вызов, потому что до нее идет следующий текст. И не всякий насладится миром в свой пришедший дом. Часто злобный ков таится за домашним лотарем, часто Марсом пощаженный погибает от друзей, рек палады вдохновенной хитроумной Одиссей. Счастлив тот, чей дом украшен скромной верностью жены. Жены алкоголизны, постоянной миром страшен. И стоящий близ Елены Менелай тогда сказал, плод убительной измены, ее сам изменник пал. И погиб виной пари, да, девчонный ли он? Неизбежен суд хранит, а все блюдет, солим по он. Злому злой конец бывают. Гибнет жертвой и вменит, кто безумно, как парит, право гостя оскверняет. Пусть веселый взор счастливый, Аилеев сын сказал, зрит в богах богов правдивых, суд их часто слеп бывал. Скольких бодрых жизнь повлекла, сколько низких рог щадит. Нет великого Патрокла, жив презрительный терсин. То есть Трусоцкий прекрасно понимает, о чем здесь идет речь. Роль Менелая ему вполне подходит, потому что предполагается война. Если не вечная и вечная война, то очень длительная война. В Петербурге, естественно, приобретают некие такие чертами троек по отношению к российской провинции. И таким образом убить Вельчининова, это значит убить аристократа, этих черного высокими перерпорывами, потому что он все равно вернется туда, куда нужно. А мстить Трусоцкий хочет бесконечно. Он говорит, например, Вельчинину, выпьем за здоровье почившего в Бозе Степана Михайловича Богоутова. Итак, подведя некоторые итоги... У меня есть, у меня ничего не было. У меня уже все исчерпало. У меня все есть. У меня все есть. У меня все есть. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Но в чем же все-таки вот такая притягательность этой женщины, которая держала это злое начало, таившееся в Трусоцком, в подчинении, которая продержала у себя Вельчининова, которая продержала у себя артиллерийского прапорщика. Пять лет пробыл здесь в Богоутове и так далее. Красива ли она, как Елена тогда возникает вопрос? Нет. Вельчининов размышляет о том, чем вообще хороша эта женщина. И он указывает на то, что она не была хороша собой и даже уже не молода, ей было 28 лет, только Дарья Ивановна из провинциалки. А в чем же здесь? Но перед нами, в общем, некая... Да, он говорит так, что это хлыстовская Богородица. Ну, опять возвращаясь к идее идиота, Анастасии Филипповны, но там все спасается красотой. А здесь никакой красоты нет. Здесь какая-то другая волшебница или какая-то другая богиня, скорее всего, что так или иначе за этим встает такой мифологический, архетипический, лимпический плац, как хотите, Церцея, Калипсу, которая держит у себя в повиновении Диссея. И эта идея не была бы мною высказана, если бы не мотив воды, который появляется в конце этого рассказа, поскольку преображение Трусоцкого в смешного и омерзительного рогоносца, так же, как и преображение Вильчининова в прежнего замечательного вальяжного барина, происходит в доме Захлебининых, где захлебывается водой Трусоцкий якобы для того, чтобы можно было поколотить его, как и полагается шута, и где царит в стихии такой музыки Вильчининов, поющий романс Глинкина, слова Мицкевича к ней. И здесь мы опять возвращаемся к какому-то другому пласту, потому что этот романс отсылает нас не только к провинциалу, где также поется романс, но и, конечно же, к упоминавшейся уже пьесе Го, где Франциск I распевает свою песенку, и к опере Регулетту, где мы слышим эту самую песенку герцога, поэтому никакие попытки убить Франциска I в Трибуле и таким образом совершить некий такой геростратов подвиг, как он говорит, для того, чтобы перевернуть Францию, перевернуть всю Европу. Невозможно убить герцога Антуанского и невозможно убить Вильчинина. Поэтому я и думаю, что все-таки, конечно же, главным героем этого рассказа является Трусоцкий. Вопрос же о том, почему Вильчининов воспринимается в качестве такого главного героя, ну, конечно, ответ на него можно дать только в результате какого-то подробного исследования, но могу заметить, что благодаря Лея Захарычу мы видим, что первоначально Достоевский пишет рассказ от первого лица, почти как исповедь, и элементы Ищер Целунг присутствуют во множестве в речи, применительных образов Вильчининова в окончательном тексте рассказа. И все-таки этот момент исповеди, даже она очень важна для Достоевского, как показал Чедросман, предполагает какую-то большую эмпатию со стороны читателя. И я думаю, что эта эмпатия и остается, которая предлагает нам все-таки, ну, как-то отдать ему пальму первой. Первое, несмотря на то, что вечный муж предполагает не только образ Менелая, встающий за ним, да, не только рогоносца, как определяет Трумсоцкого Вильчининов, но вечный муж – это вообще-то вечный герон, вечный воин. И тогда становится понятным, что действительно месть с таким как Вильчининов должна быть, ну, какой-то очень пролонгодной. Спасибо.